23 апреля 2012 года истек срок мандатов депутатов Народного Собрания ГГУЗИ. Один из вопросов повестки дня заседания Народного Собрания был вопрос об установлении даты выборов Народного Собрания. В прениях прозвучало несколько предложений, касающиеся этой даты. У нас есть три предложения. Я их все ставлю по очереди, по поступившему очередь. Первую очередь озвучил Степан Дмитриевич, потом озвучили 22-ю, я озвучила 23-ю, последнюю очередь. Ставлю по очередности поступления. Степан Дмитриевич сказал 29-го, Арманджи, Николай Николаевич предложил 22-го, я предложила 23-й. Из всех предложенных вариантов была избрана дата 29-го июля. Именно такой период времени необходим для формирования легитимного центрального избирательного органа. Однако формирование ЦИКа вызвало у депутатов бурный спор. Первые списки Капанжи. Нет, там состав, при чем тут Капанжи? Мы за всех голосуем, не за всех. Нет, ну конечно, народное собрание отдельно, а тут нет. Поймем. Есть законодательство. Исполком троих представил. А что это, типа народное собрание, где? Я учу в него, в состав. Погерманно голосуете, вы своих они за то, а исполком нет. Часть депутатов покинула зал заседания, ссылаясь на нарушение законодательства. Все вы были свидетелями, когда сначала Федор Никодимович Гагаус сказал, уходим. Валерий Федорович Невоглый, первый зам, потом махает рукой. Встали, пошли. То есть депутаты встают, уходят. Получается, что исполком командуют депутатами. Хотя порядок, определение. Зря они говорят, что здесь нарушение. Здесь нарушение я не вижу, потому что ЦИК формируется посредством представления кандидатов трех везде и власти. Законодательные, исполнительные, судебные. Они представили своих кандидатов, но порядок их утверждения нигде не написано, что в списке. Вице-спикер Гагаусского парламента Демиан Карасини отметил, что депутаты в ближайшее время будут созваны на заседание, чтобы сформировать ЦИК, так как существует риск не успеть с избранной датой выборов. Мы должны еще раз обзвонить депутатов, проконсультироваться, чтобы мы были в правовом поле. Потому что, естественно, таким образом, если мы будем по указанию исполнительного комитета выходить из зала от заседания, то выборы могут затянуться еще на год. Поэтому мы призываем всех депутатов, членов исполкома, в первую очередь, чтобы они не вмешивались в этот процесс. И чтобы депутаты могли в ближайшее время создать ЦИК, чтобы ЦИК мог полноправно работать и провести в срок выборы, как и сегодня проголосовали депутаты 29 июля. Напомним, что если депутаты Народного собрания не сформируют Центральную избирательную комиссию в течение следующих шести дней, то дата выборов будет снова сдвинута, так как ЦИК должен быть сформирован за 65 дней до выборов. Продолжение следует...